Ребят, всем привет! Я к вам с неожиданными новостями. Мы сидим на карантине. Расскажу вам ситуацию. Вчера прислали смс-ку из летнего лагеря Макса, что у них в группе был обнаружен ребенок с положительным тестом на коронавирус. Ну и, соответственно, весь лагерь ушел на карантин. И все пошли делать тесты. Всем детям нужно сделать, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть. И это было вчера утром. Вчера вечером они съездили, Юра его свозил, сделать тест. У нас это делается очень просто. Драйв-ин, не выходя из машины. И сегодня утром уже пришел результат теста, и сразу же позвонил доктор. Сказал, что тест пограничный. Это значит не положительный и не отрицательный, но это значит, что ребенок является носителем вируса. То есть заболеет он или не заболеет, неизвестно, но то, что он носитель и распространитель, это точно. Поэтому мы сидим на карантине, и завтра нужно будет сделать повторный тест. Потому что так бывает, что первый такой вот пограничный, а второй может быть отрицательный. Вы понимаете, да, что если сегодня подтвердится, и будут другие показатели, то мы все уйдем на карантин, и все пойдем делать тесты. Ладно, в общем, ждем до вечера, и ждем дальнейших инструкций от Минздрава. Макс, как вы видите, чувствует себя великолепно. Мах... 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 Гаджу! Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, смотрите, что подарили Максу в садике на выпускной Подушку и на наволочку сделали его рисунок Здесь написано «Моя мечта» И это он мечтал о собаке и о кошке Почему собака похожа на динозавра, это отдельный разговор Это от кошки, это кошка Это кошка? А это собака Нет, вот это кошка с усами, с такими ушками А я тебя перепутал А, ты меня перепутал Это собака, а это кошка Подушка, конечно, стрёмная, на ней спать Она вот вся уже скомкалась Но сама идея, по-моему, очень крутая Ну всё, парни уехали делать второй тест Ждём результат, скрестите за нас пальчики, чтобы был отрицательный Макс вчера, конечно, приехал очень довольный Такой гордый собой Юра его похвалил, я его очень похвалила И он, конечно, вообще, что как большой сдал тест на корону Вау! Поэтому сегодня вообще без всяких проблем уехал довольный, весёлый Раз у нас с вами сегодня так называемый домашний влог Покажу вам наш технический балкон Там кое-что интересное, возможно, кому-то пригодится Он находится на кухне Заходим Здесь у нас шкаф Тут Юрины инструменты Тут у меня всё для стирки Такой, видите, творческий беспорядок Здесь сушим бельё Вон, кстати, Икея наша любимая Смотрите, как близко Вот здесь буквально один километр Но до неё пешком вообще никак не дойти Потому что там большое шоссе И идти вдоль дороги Можно, конечно, дойти Но узкая дорожка вдоль большого оживлённого шоссе Не пойдёшь, в общем Ну и что я вам хотела показать Это вот этот наш закуточек Сейчас я его сделаю вот так Вот за дверью у нас здесь стиральная машинка А сверху мы купили вот такую маленькую посудомойку Малютка Вот она шириной, как стиралка На, Тик, не балуйся с дверью На самом деле я сначала как-то была расстроена Что она такая маленькая В обычных посудомойках два этажа Вот таких вот здесь всего лишь один И думала, ну что это, мне придётся несколько раз в день мыть посуду На самом деле нет С учётом того, что мои мужчины едят дома только в выходные дни Мне её хватает, я даже не каждый день мою посуду Здесь Юра делал такую полку И там ролики Макса, мангал, в общем всякое такое А в этом контейнере большом у меня лежат всякие штуки от комбайна У меня многофункциональный комбайн с мясорубкой, с блендером С такой чашей, в которой можно тесто и жидкое и плотное делать В общем все эти штуки лежат в этом контейнере Мне кажется это классное решение Это экономия места Представляете, вот такая вот штука стояла бы на кухне Ну конечно же это минус рабочая поверхность А здесь удобно Тут в любом случае есть место И мы купили просто такое как Знаете, типа тройник вот в эту трубу Куда утекает вода, вот надо уже начал бельё раскладывать В общем, вот что я вам хотела показать Возможно кому-то пригодится такая идея У нас ещё обновление в детской комнате Но я пока вам не хочу показывать, пока всё до конца не закончено То есть тут ещё такая небольшая разруха Но когда всё закончено, обязательно вам покажу Проблема в том, что мы сейчас хотим переселять НАТО Сюда и не можем купить матрасы Матрасы в Киеве по цене крыла самолёта И матрас, который вот стоит нормальных денег Их постоянно нет А ехать куда-то в Хайфу или куда-то на юг ради одного матраса Ну тоже, честно говоря, неохота Поэтому вот у нас всё сейчас в таком подвешенном состоянии Но как только купим матрас, я обязательно вам покажу, какие у нас тут обновления Я давно не снимала такие домашние влоги Напишите, вам вообще интересен такой формат Или вам больше интересны постановочные видео Полезная информация, факты, новости, путешествия В общем, жду от вас комментарии Ну и не переключайтесь Дальше расскажу вам о результатах второго теста Макса на коронавирус Я сейчас пересмотрела момент, который вот только что сняла И там Натик такой чуть не плачет с таким выражением лица На самом деле он просто хочет спать Он сегодня мало поспал днём Но весёленький вот сейчас ходит, играет Сейчас ещё немножко поиграет и пойду с ним спать А я тут развела блинчики На ночь глядя Вот такие блинчики получились Часа полтора, конечно, у меня ушло на эти блинчики Ну, с учётом того, что уже поел Макс Поела я немножко Но зато получилось много И хватит этого не на один раз Потому что блины, конечно, разлетаются буквально со сковородки Юра съездил в магазин Привёз очень много еды Это действительно очень много Но мы решили затариться на всякий случай Здесь еды из расчёта на то, что мы две недели все будем находиться дома Соответственно, мне нужно будет кормить всех, включая Юру На самом деле, вы понимаете, да, что я надеюсь, что вся эта еда нам не пригодится И половину я просто заморожу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...